друзья всем привет сегодня хочу поговорить на тему как не залить суккуленты как определить признаки пересушенного растения и как определить признаки залитого растения и так как же определить достаточно ли увлажнен суккулент много ли ему влаги либо наоборот мало лучший способ это конечно же определить это по внешнему виду растения но новички по внешнему виду не очень хорошо могут определить поэтому я постараюсь сегодня рассказать как это сделать немножко поподробней когда суккуленту достаточно влаги листья упругие вот при сжатии розетки чувствуется что листья пружинят то есть они все налиты водой и листик друг от друга как бы отскакивает когда суккулент недостаточно полив когда он хочет пить то листья эти тургор теле теряют листья становятся вялые на листиках появляются морщинки это вот как бы два основных различия это так сказать контрольные признаки но однако эти признаки не всегда могут указывать на то о чем сейчас я сказала может быть и наоборот вот неудобно не недоувлажненный суккулент может проявлять такие же признаки как и переувлажненный и именно здесь большинство новичков падают да и не только новичков я сама также вот в этих случаях нередко ошибаюсь сейчас попозже расскажу кстати забыла принести эту хеверию и вот в таких случаях многие люди впадают в замешательство они не понимают что им делать с суккулентами палит он ли требует ли он влаги не долит он ли наоборот и что с ним делать дальше суккуленты накапливают влагу в листьях суккулент это от слова сукас то есть сочные они накапливают влагу в листьях и прекрасно адаптируются к засухе но однако это конечно же не означает что суккуленты нельзя поливать можно не поливать вообще говорят что ой суккуленты неприхотливые их можно не поливать годами нет друзья на самом деле все суккуленты очень любят попить и если у них заканчивается запас влаги то они своим поведением показывают что им нужно больше но в частности это сейчас я говорю про то когда листья на суккуленте становятся вялыми ой отвлекаюсь я от темы сейчас рассказываю просматриваю суккуленты смотрите вот вот эту грабтоверью меня кто-то хорошо погрыз но это не насекомые вредители которые обычно на суккулентах бывают а кто-то вот уличных видите какие дырки круглые ой ну ладно значит когда недостаток влаги листья морщатся нижний ярус листьев быстро усыхает вообще у всех суккулентов особенно в частности у эхиверий вот этот вот это усыхание нижних листьев это вполне нормальный вполне естественный процесс но опять же когда суккулент нормально поливается то листья эти отсушиваются намного медленнее почему отсушиваются листья потому что суккулент когда ему не хватает влаги он делает забор влаги из нижних листьев вот я вынул эхиверий это эхиверия б б б б б забыла вспомнила white розы вот посмотрите вот у него у нее у этой эхиверии очень много я специально не стала их отдирать очень много сухих листьев вот и здесь на вот этих крупных детках которые вот растут и на центральной розетке на центральная когда может быть неделю назад обрывала а вот даже больше недели а вот когда я их не поливала когда было холодно на улице они у меня стояли вообще не политые вот у нее началось началось массовое отсыхание листьев вот лист начинает усыхать с конца и ближе 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 к центру и потом он полностью засыхает его можно оторвать вот когда лист совсем сухой его можно оторвать с легкостью на просто сейчас боюсь налет повредить вообще это делаю пинцетом всегда пинцет я не принесла так ну вот когда лист пожелтел он как бы и портит внешний вид общий вид но его я советую вам не отрывать потому что из этого листа все равно суккулент еще будет брать и минеральные вещества и влагу поэтому его нужно оставить вот такой лист я тоже не отрываю вот который наполовину засох здесь еще достаточно много влаги и он еще этим листом попитается это эхиверия вот этот процесс происходит на тонколистных эхивериях на толстолистных эхивериях этот процесс немножко замедленный потому что толстолистные содержат больше запасов влаги в своих листьях и когда суккуленту не хватает влаги листья просто медленно начинают сначала сдуваться они становятся как бы такими приплюснутыми затем на них также появляются морщинки как и на тонколистных но и затем эти морщинки постепенно становятся больше 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 лист желтеет и потом впоследствии отмирает то есть в любом случае что с тонколистными суккулентами что с толстолистными суккулент теряет при недоливе свою свой тургор свою упругость свою припухлость это получается тогда когда суккулент не долит переувлажненный же суккулент на начальной стадии может выдавать такие же признаки как и недоувлажненный сейчас пойду принесу эхиверия так принесла о чем я говорил это но о том что наверно суккулент на начальных стадиях переувлажненный суккулента начальных стадиях выглядит может выглядеть точно так же как и недоувлажненный но вот если в случае с недоувлажненным суккулентом вообще в обоих в обеих случаях что перевлажнен что не долит в этом случае перестают работать корни но когда суккулент просто не долит когда он хочет пить по причине того что у него просто отсутствует влага корни у него живые но они не работают потому что у них как бы замедлен процесс им нечем сосать вернее нечего сосать этим корням из почвы а в случае с залитым суккулентом случае с перелитом здесь корни не работают по причине залива то есть эти корни уже не восстановятся они впоследствии отомрут впоследствии после отмирания после того как корни перестают функционировать начинается загнивание ствола этот процесс очень быстрый но на начальном этапе суккулент точно так же как и недолитый залитый суккулент точно также начинает терять тургор в листьях и вот поэтому многие люди ошибаются они видят что суккулент сморщился а если сморщился значит что нужно его полить и мало того что он уже перелит у него уже там пошел процесс умирания мы его еще больше льем поэтому вот в таких случаях когда вы сомневаетесь нужно обязательно смотреть грунт проверять грунт какой-то деревянной палочкой ну в общем чем угодно потыкайте почву посмотрите если деревянная палочка зашла в почву и вышла оттуда сухой без частичек грунта значит грунт сухой значит риска нет если же на деревянной палочке вы засунули ее в грунт и она вылезла оттуда вся в частичках грунта в частичках земли и влажная конечно грунт переувлажнен и в этом случае срочно вынимайте суккулент из грунта если вы это успели сделать очень рано то ствол еще не загнил и вам повезло в этом случае растение можно спасти то есть корни не работают да уже корни не работают при залитом суккуленте но в этом случае его можно просто положить на сухую поверхность на яркое место дать ему хорошо просохнуть желательно чтобы поступал ветер чтобы была вентиляция вот так он будет лежать у вас дня 45 после этого если с ним все хорошо вы его сажаете обратно в грунт если же процесс запущен и ствол загнил то срочно обрезайте макушку до розовых тканей до зеленых тканей и переукореняйте вот перед нами пахиверия экзотика вот то что я рассказывала второй пункт случая с заливом тогда когда еще можно ее спасти в общем я обнаружила что она не набирает тургор стоит постоянно влажно вялая я ее не смотрела на нее ну вялые вялые значит знаю что я их не поливала значит она хочет пить после того как я и полила прошло дня три и она все равно тургор не набрала вот тогда я с похватилась я ее вытащила из почвы большую часть конечно пришлось выкинуть вот то что от нее осталось вполне хорошая себе макушка эта макушка еще полежит где-то с неделю вот она уже лежит на дне 5 еще полежит с неделю начнет выдавать воздушные корешки вот я оборвала специальные листики чтобы осталась ножка потому что на ножке образуются корни и если вы не будете обрывать листья и если лист будет заканчиваться у основании срезанной ноги то этот лист последствии может загнить в почве в общем обязательно должна быть ножка но это я так как отступление вот я ее обрезала срез уже этот подсох вот он затянулся корочкой все теперь она просто будет у меня лежать на почве вот так еще с неделю потом я ее сделаю углубление в этом же грунте я не заморачиваюсь тем что надо срочно грунт менять не меняю никогда это неправильно но я не меняю и все все бывает хорошо делаю углубление засовываю ее присыпаю землей чуть-чуть поливаю вот так вокруг не на ножку а вокруг чтобы вот то место где образуются корни она начала чувствовать влагу и корни начинали более активно вылезать ну а если уже ствол почернел листья отпали от розетки и спасти уже нечего гниль дошла до самого макушечного листочка до самого мелкого то в этом случае конечно же приходится просто с ней распрощаться так какие еще бывают признаки перелива ну бывает несколько но они не такие страшные незначительные суккуленты некоторые виды суккулентов с этим очень хорошо справляются вот при избыточном переливе бывает что трескаются белка вот трогает лапой цветок бывает что трескаются листья вот этот суккулент у меня обвязан ниткой это совсем к этому к этой теме не относится как-нибудь на эту тему я сниму позже короткое видео когда будет результат ну положительный или отрицательный но будет но чуть чуть попозже вот я просто взяла эту хиверию показать что вот как лопаются листья вот по ходу был перелив и лист видите вот вот тут где нитка лист лопнул и он лопнул ни в одном месте вот здесь появились трещины на листе вот здесь трещины на листе вот тут ли стреснул это явный признак перелива но вот мне в этом случае повезло да вот еще вот здесь вот лист растрескался смотрите как растрескался и потом уже не знаю видно в камеру нет вот этот крайний лист ткани уже это зарубцевалось тоже покрылась такой серой пленочкой сухой вот так а это кто-то жрал это никто не лопался это кто-то жрал вот вы представляете минусы уличного содержания вот в этом случае мне повезло суккулент не погиб излишки влаги которые скопились в листьях в стволе тканях растений они через вот эти трещины легко вышли наружу то есть лист треснул влага оттуда лишнее испарилась и суккулент нормально существует дальше также бывают еще на листьях от перелива такие шишечки точечки как бородавки вот смотрите это водянка она бывает на внешней стороне листа но зачастую она появляется на тыльной стороне листа в больших больших вариантах вернее больших случаях вот такие шишечки появляются на тыльной стороне листа вот на этом листе нет то есть то же самое ткань лопается но лопается не шрамами а именно вот такими точками из этой точки выходит влага потом эта точка рубцуется суккулент дальше нормально существует точку эту можно сковырнуть там под ней будет живая ткань в общем этот лист просуществует еще до того времени когда он станет нижним самым нижним и когда он просто автоматически отсохнет как суккуленты это делают естественным путем отсушивают листья так это тоже не страшно вот еще один пример точно такой же водянки это вот эхиверия колората здесь уже мы видим большую такую шишку на тыльной стороне листа это не грибок это не зараза это все нормально ну нормально для суккулента то есть это не распространяется никуда это просто лопнули ткани от перелива вот такая шишечка солнце туда-сюда бегает за березой береза качается и солнце прячется вот вообще пропала резкость но в общем вы увидели да вот эта шишечка тоже самое под ней живая ткань она просто ну вот такая она и будет то есть она больше не разрастется может быть чуть-чуть увеличится но зарубцуется и точно также этот лист будет существовать дальше то есть в этих двух случаях когда лопнул лист лист когда лист образовал вот такую водянку бородавку в этих двух случаях суккулент себя спас и нашел способ справиться с избыточной влагой но бывает и такое что листья становятся прозрачными это явный признак либо перелива когда вы просто заливаете растения либо это признак перегрева на солнце это конечно зачастую бывает весной бывает летом когда солнце палит когда политое растение находится под палящим солнцем лучи солнечные нагревают горшок грунт нагревается до температуры потому что он темный грунт черный он на него солнце печет больше чем допустим там на какой-то на светлый субстрат вот и почва нагревается с быстрой силой принимает высокую температуру и в этой влажной среде корни растения варятся то есть они просто напросто другими словами сказать погибают от перегрева а раз корень погиб и а окружающая среда вокруг корня и вокруг ствола остается влажный и горячий то начинается моментальное загнивание ствола в этом случае итог конечно всегда печальный суккулент буквально на следующие сутки сбрасывает все листья то есть притронут и притр притр притрагиваешься к листику к одному к другому и листики эти просто от прикосновения твоего пальца падают вниз и складывается как карточный домик но иногда друзья такие листья могут давать деток то есть ствол загнил но лист по какой-то причине может быть там было меньше воды в ткани где находился рядом этот лист может быть как бы лист вовремя успел отскочить не переняв себя признаки загнивания вот в таких случаях смотрите вот это листья от погибшей от рассыпавшейся розетки от перелива но это все оставшиеся листья листьев было много вот пока все что осталось но вот из этой кучи наверное вот этот еще придется выбросить потому что вот у него уже на основании там где лица прикасается стволом ну как же мне неудобно то как показать то но вот этот лист ой один упал белка это не твой упал это мой вот этот вот этот видите чернота на них вот здесь уже со стопроцентной вероятностью разовьется гниль и листья эти можно будет выбросить где-то тут никаких не будет ну я думаю два три все равно останется и они смогут потом дать детей то есть это будут вполне нормальные листья полноценные когда розетка становится прозрачная это сразу заметно потому что скулен становится ну каков-то такого экзотического вида прозрачный хрустальный весь сияющий на солнце невероятно смотрится тут же моментально меняется его окрас у меня однажды погибла какая же вот вот этой хивери у меня однажды погибла вот это это хиверия black tip это было наверное года два назад я посмотрела и просто обалдел от такой красоты такая лебединая песня была перед смертью она была такая красивая невероятная она стала вся оранжевая просто такого ну я передать не могу какого она стала красивого цвета если фотка сохранилась я найду и вставлю вот ну а потом конечно же я когда взяла поближе начала его рассматривать то обнаружил что это вся практически розетка стала прозрачной и я успела спасти маханьку и макушечку буквально вот наверное вот 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 такую малюгавку и она полежала полежала и через месяц где-то дала корни ну и вот выросла до такого состояния но я ее не разгоняю специально на мне сидит в бедном грунте чтобы не занимало много места поэтому она маленькая ну вот про признаки недолива перелива я вроде рассказала и теперь конечно самый основной вопрос как найти баланс в поливе как не ошибиться и как правильно поливать суккуленты я читала что вот многие девочки там инстаграме вконтакте вот в частые встречала такие посты что я поливаю по графику ну либо какой-то там опрос был и вот многие там люди в них участвуют и вот многие пользователи пишут что я поливаю суккуленты по графику то есть прошло 7 дней кто-то даже ведет какой-то календарь вот 7 дней прошло там в понедельник или я поливаю по понедельникам или я по четвергам а я по воскресеньям там моя через десять дней веду список друзья это неправильно вот такой полив по графику он неправильный и в конце концов такой полив может привести гибели одной из ваших розеток почему потому что как я уже сказала выше все суккуленты они разные то есть и подход к ним должен быть разный тонколистные они влагой напиваются быстрее и они также быстрее испаряют эту влагу потому что структура листа у них такая что у них во-первых широкая поверхность листа у них допустим меньше налета через такие листья влага испаряется намного быстрее чем у толстых у покрытых налетом суккулентов друзья прерывалась тут подъезжала скорая помощь соседний подъезд и водитель скорой помощи очень усердно меня начинал слушать вот и я прервалась подождала пока она уехала и вот пока я ждала когда уедет скоро я посмотрите что увидела вот это вот та пахеверия экзотика которую я вам только что показывала я стоял ее рассматривала и увидела что вот под этим засохшим срезом в стволе в самом стволе виднеется потемнение думаю надо его расковырять взяла канцелярский нож у меня маленький такой есть узкий надрезала и там чернота то есть черноту эту я попыталась срезать по чуть-чуть но ничего не вышло и вот смотрите остались от козли корошки до ножки вот это все что осталось от этой хеверия то есть цветонос не приближает ну что ж такое то вот смотрите цветонос и махонький махонький листик но естественно это все выбросится цветонос этот вряд ли укорениться я даже пробовать не буду в общем меня растет ей замена для любимых всегда нужно иметь определенные экземпляры вот у меня растет ей замена хотела ее продать но теперь уже не буду однозначно потому что больше у меня экзотики нет и вот о чем я говорила что поливать всю коррект всю коллекцию это является большой ошибкой потому что суккуленты по-разному впитывают влагу и некоторым суккулентом через семь дней к примеру если взять такой средний полив через семь дней ему уже будет нормально ему уже надо будет попить то многие через семь дней еще просить воды не будут поэтому нужно поливать всегда выборочно я всегда поливаю выборочно свою коллекцию вот беру рукой вот так быстро все но сейчас они меня все политы сейчас мне даже пробовать нечего я их вчера полила все потому что у нас погода сейчас хорошая тепло я их все полила чтобы они все напились чтобы успели до холодов просохнуть и чтобы грунт этот был сухой чтобы не было в последующей холода загнивание то есть они сейчас у меня все упругие все мне тут даже нечего вам пример привести они все сейчас у меня налиты я вчера целый день поливал одну полку и другую но когда суккуленты не политы либо политы были там дней 5 назад уже пробуем состояние каждой розетки вот берем вот так и пробуем лист пружине значит мы не трогаем ее пружине 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 если какой-то не пружине то опять смотрим в этом случае на грунт проверяем грунт если грунт влажный она не пружине значит там уже что-то не в порядке значит этот суккулент мы однозначно не поливаем ну можем понаблюдать за ним еще денек если на следующий денек ничего не изменится то срочно вынимаем его из земли и реанимируем вот друзья содержание суккулентов конечно со стопроцентной уверенностью белку иди со стопроцентной уверенностью давать советы нельзя потому что у всех у нас с вами разные условия содержания кто-то содержит теплицы кто-то содержит вот так как я летом на полках на улице кто-то не на полках просто на улице кто-то вообще высаживает в открытый грунт у кого позволяет помещение территории у кого свой дом там свой огород сад кто-то держит суккуленты на домашних полках и они круглый год у них с досветкой у кого-то стоят просто на подоконнике температура воздуха у всех у нас разная разный климат разная влажность воздуха и вот в зависимости от всех этих факторов нужно уже приспосабливаться к своим условиям полива нужно уже на протяжении своего опыта большой он или маленький уже признаравливаться к своим условиям и в соответствии с этими условиями осуществлять вообще не только полив ну и вообще полностью уход за суккулентами пересадку добавление освещения полив и прочее ну вот как я уже сказала все эти факторы влияют на периодичность полива все вышеперечисленные факторы но метод полива по тургуру листьев он работает на сто процентов поэтому я вам советую вот единственный я даю совет который уже железно проверен поливать только по тургуру листьев если розетка упругой и и поливать не надо если она даже чуть-чуть там сморщилась ее тоже можно не поливать и можно ее не поливать еще дней пять а потом только можно полить ну вот единственное в этом случае когда долго не поливается суккулент допустим вы уехали куда-то там на отдых суккуленты никто не 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 смотрел никто их не поливал в общем они были предоставлены сами себе и к примеру за три недели вашего отдыха когда вы приехали вы обнаружили слишком пересушенные суккуленты не надо здесь кидаться в панику и лить как можно больше в этом случае наоборот нужно поливать как можно меньше суккуленты в общем первый день в течение этой недели первый день полива он должен осуществляться очень маленькими порциями для того чтобы корешки ожили корешки немножечко подросли а уже через он за эти дни суккулент ваш не погибнет а уже через пять дней немножко побольше полить то есть в этом случае когда слишком длительная пересушка в этом случае нужно поливать очень и очень осторожно потому что если вы польете сразу много то корни те которые там почвы находятся они высохли и суккуленту только точно так же как и в случае с переливом не чем будет высасывать эту влагу и он вас просто напросто сгниет вообще суккуленты лучше растут если их поливать обильно но редко то есть ждать когда под ними почва высохнет полностью когда лишь листья начнут морщится и и сворачиваться отключаюсь постоянно мне мешают и вот в чем же секрет такого редкого но обильного полива в том что суккулент на время за время полива он набирает в себя влагу он напитывается влагой хорошо за это время у него подрастают корни когда почва высыхает полностью то корни они же живые и и корни постоянно в рабочем процессе и они начинают отрастать с большей с большим количеством с большей длиной ища эту влагу которой нет то есть они проникают до конца горшка вот бывает такая такие случаи когда мы нередко видим что корни у суккулента торчат наружу через горшок через дренажные отверстия а суккулент при этом выглядит прекрасно и вот в чем же секрет а в том что корневая система чем больше разрастается тем впоследствии она больше микроэлементов получит из почвы и тем лучше будет выглядеть ваш суккулент то есть чем больше корни тем здоровей и красивей мощнее ваше растение а нарастить корни можно вот только в период вот такого редкого полива когда вы его поливаете постоянно корням не нужно сильно разрастаться потому что влага это присутствует корням нечего искать в почве то есть влага есть три дня прошло суккулент полили еще четыре дня прошло еще суккулент полили и если еще грунт у вас очень жирный и воздухонепроницаемый то корни не растут влага это перестает потребляться корнями потому что влаги при маленьком количестве корней с переизбытком в горшке и в конце концов вот этот переизбыток влаги приводит к загниванию суккулента ну друзья вот наверное все что я вам хотела рассказать у кого-то если какие то вопросы возникают задавайте мне пишите свои случаи очень интересно будет почитать их наверное всех интересует что это за нитку меня на эхиверии я наверное в каком-то видео показывала эту нитку а может быть и нет но в инстаграме пост размещала но сниму видео вот про эту нитку это мой так так сказать эксперимент белка убью нельзя то моя колората ты чего друзья смотрите как разросся граптопиталом вот этот вообще шикарный за лето стал ну невероятным красавцем я не знаю куда его буду ставить мне так жалко его резать вот честно просто вот косы такие свисающие не вижу что снимаю солнце слепит наверное приблизительно он в кадре эх вообще все разрослось неимоверно за это лето потому что поливала суккуленты можно сказать круглое лето поливала влага испарялась с бешеной силой и чтобы суккуленты не сгорели нужен был полив день проходит они все как тряпочки поливаю сутки проходят они опять как тряпочки вы представляете какое было пекло плюс 60 на солнце ну все друзья всем спасибо за просмотр всем крепких жирных не залитых здоровых растений пока пока